Ух, это было больно, я думаю, что я сгибал себя. Я так заброшен, как я сгибал себя на другой стороне. Искали розового хевика Мидра. Так, для начала. Тут спавнрум, думаю, очевидно. Генераторные вместе с ICO. Если взорвать ICO, то нельзя спавниться в спавнруме. Это генераторы. Иногда Мидр говорит сбегать на генераторы и их сломать, например, чтобы их спу получить. Также вот банан, куда ведет генераторная. И сам техплант. Мы будем идти с респауна. В респауне есть такой тинель кишка. Вот я нарисую, он ведет вот так, вот так, вот так. Также он выводит сюда и сюда. И места, где с него можно выпрыгнуть, это вот тут в банане, вот в это здание. Либо прямо внутрь техплант. В основном все прыгают в техплант, если есть возможность. Но можно и в другие места попрыгать. Сейчас покажу, где это на практике. Вот вы появляетесь на спавне. Например, вам говорят, все пошли в кишку. Мы регруппимся. Вот тут возле входа, не прыгаем сразу. Регруппимся и по команде прыгать летим. Надо лететь до последнего пролета. Обычно мидер скажет, если надо выйти в банан, то вот тут надо свернуть. Так, летим дальше. Если надо выйти вот это здание возле техплант, то вот тут поворот. А вот тут в конец-то сам техплант. Обычно вот тут надо еще срегруппиться, чтобы все собрались и вместе выскакивать. Вот, выскочили тут. Тут главные места, что надо знать. Пойдем снизу сначала. В основном мы выходим с прыжков. Есть вот ближний прыжок. Есть дальний прыжок. Обычно опять же идем с дальнего. Чтобы было менее очевидно. Основные моменты тут. Вот это называется терминалы. То есть, если говорят там, какой-то лайк сидит на терминалах, имеется в виду, что он где-то вот тут. Это балкон. Это одно из основных мест, что надо держать. Например, альфа держит балкон. Это вся альфа вот где-то трется. Часть людей смотрят в эти дверки. Часть людей смотрят там прыжки, помогают сверху стрелять. Ну, занимаются всякими такими делами. Вот тут внешний балкон на выходе. Например, мидер говорит. Так, внешний балкон наш. Спускаемся, регруппится тут. Значит, что мы тут почистили, мы тут регруппимся. И потом идет команда сделать проброс. Прогидываем гранаты внутрь на обычный балкон, внутренний и заходим. Вот эти штуки еще называют холодильниками. Говорят, например, враг сидит за левым холодильником. Это значит, что он прячется с задетой коробки. Дальше. Например, надо идти на точку. Вот находится точка. Она почти что зеркальная или даже зеркальная. Сейчас посмотрю. Ну, почти зеркальная с двух сторон. И, ну, она так делится пополам. Типа вот одна половина. И вот вторая половина. И, например, если враги заняли ату, то мы идем со своей, занимаем ее, а потом их пушим. Ну, тут на точке, я думаю, все понятно. Вот точка как точка. Когда говорят все на пушку, имеется в виду вот этот весь большой балкон. Потому что тут стоит эта пушка на техпланте. И тут можно, ну, типа вот пушка, да. Встали занять оборону на пушке, вы тут бегаете, бегаете, стреляете людей. Потом идет команда, враги пушат с левой лестницы. Это обычно значит, вот эта лестница. Так как мы обороняемся, и мы смотрим с этой стороны. Вот эти лестницы. Левая лестница, с той же стороны правая. Это один из стандартных заходов на техпланте. Обычно вот тут оборона держится, стреляют все. Еще одно из обозначаемых мест, это двойка. Вот когда говорят враги, там, срегруппились на двойке. Имеется в виду вот этот вход. Обычно он перекрывается как раз вот с пушки. Те челики, что стоят на пушке, они скроют двойку, чтобы люди тут свободно не пробегали. Это лифты, прыжки, всякое такое. Тут кто хочет, так называет. Самое важное, куда с них обычно проходят, сейчас поднимусь, это бутерброд. Вот это место называется бутербродом. Потому что вот сверху есть еще один этаж. Снизу. И вот бывает команда, например, галактики дропают в бутерброде. Это галактики пролетают в этот проеме, и вот тут скидывают людей. С бутерброда, опять же, падают на балкон в основном. Сказали, вот дропнулись. Тут поставить маяк. Ну, либо в другом месте, это как один из вариантов. И там идет команда, регруппимся на внешнем балконе, и люди вот спрыгивают. И ждут вот тут, тасовывания полясь в дверях. Вот, внешний балкон. С бутерброда спрыгнули на внешний балкон. Вот, те же лифты, двойка. Можно подниматься выше. Не обязательно выпрыгивать на бутерброде. Иногда, например, там, не знаю, может быть вражеская пехота, либо вот, ну, по каким-то причинам, и можно подняться вот тут. Это уже крыша техпланта. Тут также часто на нее дропают. По ней можно пробежать и также спуститься на балкон. Сейчас покажу, как это делается. Вот вы добежали. Зачастую тут маяки ставятся. Где-то сзади в основном, чтобы было не так просто снять, либо лайт может прямо наверху поставить. И вот, по этим штучкам просто вниз сбегаете. И также с бутерброда уже заходите на внешний балкон. То же самое. Также можно подняться еще выше. И там есть мемный тихотаж. Он очень высоко, но как другой вариант, кроме того, как лететь на лифтах на самый верх, это можно бежать просто в телепорт. Вот с той стороны есть такой же и с этой. Вбегаете и появляетесь тут. Обычно это место не так часто используется, но иногда тут могут поставить роутер. Либо сюда можно пойти, чтобы срегруппиться, выгнать какую-то галактику или поразгонять вражескую авиацию. Но вот это тихотаж. Так, вроде бы все основные вещи я уже рассказал. Это было довольно кроткое видео. Просто, чтобы рассказать новичкам из ВУ, где что находится, чтобы потом в тимплее не терялись. Спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, что там будет кому-то польза. И еще вступайте в Эрнер Юнайтед, да. А то сидит там в своих фошках, всяких ЛПСах, ММах, новоща. Вот в нормах можно. Вот с нормов просто можно пиздить людей.